ну короче лежу лежу ну вроде как не помираю ничего кормят меня там тарелку оставляет на этой на табуретке вот я так питаюсь там вроде как тепло потом стало холодно кац у них отопление во всем ури перемежала какая-то нахер труба короче наиболось все это отопление они там ночью подняли все роты там греть эту трубу с факелами там бегали ну в армии сплошное короче сплошная авария на аварии но там же все на соплях никто ни за чем следить не может там хозяйственная часть были бы там как говорится с гражданки бы мастера там слесаря они бы как бы следили за это в армии кто кому чего надо у труба оголенные все изоляции нет котельная еле работает короче ломается все постоянно и и все держится на соплях воды там тоже нет канализация обычно куда-то и льется там все это протекает ну короче ужас на ужасе все сделали они смотрю не греет батареи вокруг нее лег там сплю спать невозможно холодно как я не знаю чем выйти тоже нельзя ко мне тоже ничего день никто не приходит в таком состоянии но вроде отхожу потому что еще болезнь еще устал не спал короче все в таком духе потом меня перевели все выздоровел против а пришли ко мне сюда и до этого присягу принимать я стою в халате с эту фигню держу и вот так я присягу принимал какой-то апельсин не дали что ли мандарин как пенсионных не было вот такая фигня ну все потом меня перевели в палату я там день полежал там какие-то короче там графины стояли как начал эту воду хлистать стаканами ты чё блядь я говорю да я не пил уже с гражданки ну такая фигня вот так попадается там не пьет невозможно попить тут невозможно всем пофиг они же не знают что-то чуть-чуть тебя если ты говоришь типа ну и там я что-то день полежала меня в роту ну все в роту пришли короче какой-то сержантик там наш призыва ну вот учебки-то отучился старше по-моему по-моему какой-то маленький такой тайна на это столе корейство злой и злющий не конечно и на канале киргиз какой-нибудь киргиз злющий такой был они все злющие все на какие-то зарядку делайте то принято перед детьми ну все окрация попал в роту связи вот меня придали в ну в этом сам телефон телефонист так и вообще до радиостанции должен был мне короче внутреннюю связь это мы должны были вот все телефоны во всех ротах все это взломалась постоянно все должны были ремонтировать по домам бегать по квартирам везде там кабеля какие есть до нас оказывается вот этот вот роменский товарищ у которого типа ему шеф у которого типа мой командир ну командир моего отделения он типа это вот эти кабеля прокладывал там до него тоже получается что ли не плане там 100 пар 2 200 пар 20 пар 10 папа подам по квартирам 100 парный приходит тут еще по хочет рассказал где он муфты какие дел век прокладывал то его была служба ну вот и там что только был товарищ зацепен он такой типа чмошный было все пиздили тоже он оказывается другой какой-то части там что-то какой-то был командированный ну а я короче оказался вне штата почему вне штата непонятно ну короче на видимо нужно было работать а штат не позволял но что роте связи что есть вроде связи короче который обслуживает кабеля кабельщики на же были еще на тарабаровых островах это так называемые батареи там несколько батареи стояли орудия на ним тоже должны быть кабеля были но мы этому не обслуживали вот это вот у нас были такие ну там редко кломалась они брали машину туда куда-то ехали по полям там искать муфты где обрыв где чё ну там редко рвать кому рвать то вот были еще которые ходили на дежурство военное то есть они ходили на штаб и там короче дежурили стояли там на радиостанции но осуществлять вот эти связь батареями со штабом и кдво вот там стоял засекречивающий коммутатор я и такой коммутатор ну засекречивающий меня не пустили видимо который после учебки надо было там работать меня на простой коммутатор я там иногда дежурил по ночам ну когда когда там были же связистки вот эти они видимо заболевали что ли плечо и меня туда раз посадят дежурить по ночам это конечно тоже не сладко не спать потом надо это вот этот режим то спишь то не спишь то спишь то не спишь расшатая таблина конечно мат это ужас какой-то никогда нельзя вот это вот ночные дежурства себе позволять типа ночью я подежурю я читать мне также было хреново постоянно там пришлось находить на берег ну ты потом должен спать целый день и еще ночь ходить на берег и как-то приходить себя как-то по водичке походить полежать там под это и потому что ну хреново было вот ну и чё все нормально служил вот допустим вызывают обычно вечером там когда ночью еще чем в этом карауле у них там между постами должна быть связь тоже связи нет на каким-то постом прешься туда там раз 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 что-нибудь ремонтируешь приходишь караулку я пришел смотрю а там мой одноклассник сержант руководит караулом фильм его звали блин вот он потом что-то подрался с командиром короче пороже ему дал и всех нас взяли ну кто-то этот призыв был и перевели потом до нереченск но пока меня не перевели что расскажу вот так вот ну короче заставляли нас иногда дежурить на кухне то есть через какой-то прибежуток там два-три дня там допустим танкисты там в укрепрайон же укрепрайон на большом астурийском там в нем приданы танкисты потом артиллеристы 100 метровая батарея потом минометчики батарея потом реактивная артиллерия то есть эти грады вот а танкисты на плавучих танках такие пт-70 вот у нас вроде связи было тоже там млт лб это передвижная радиостанция такая гоня гоняли мы на ней еще какие-то там грузовики генератор там еще какая-то фигня мигня ну вот такая была фигня и просто там были стрелки у нас в укрепрайоне ну как я правильно это казарма в принципе то мы должны были при тревоге ехать в поле занимать боевые позиции где там танкисты устанавливаются где-то в рот и прожитым один раз на учениях это один раз было съездили на такой кп вот это под собой представляет за заглубленный там несколько этажей вот бункер с многими там с многими как бы помещениями где размещается наша рота там колодец такой который смотришь вверх дырка такая нужно видно небо курс пускаешься там поднести а жизнь под землей все это с бетона ну это управление вот этим укрепрайоном то я ехал вообще на этом нам лт лб на на корпусе мы накидали куда катушек типа может случиться я при приехал и с этим лт лб а потом и был то есть я его ночью охранял нужно охранять от кого-то от кого там охранить дождь херачит холодно стоишь охраняешь потом меняешься в этом лт лб ледишь и греешься на лт лб а так больше помещений то нет у них на ну где-то надо спать потом один день я поспал в этом бункере потом не помню три дня и чё-то так меня поводили поедет тоже а иди ты короче в эту как его называть в роту что делать тут нечего пришли в роту и это сам меня прислали рота пустая а дневальным дневальных нету и мы там с моим этим сержантом который вместе мы там связь осуществляли вот мы вдвоем ходили по всему крепрайону такой парень я не помню откуда уже как зовут уже маленький такой низкий вот ничего так был вот и мы короче мы ходили с ним это самое и дежурили он был дежурный пороть а я этим сам ну короче а больше никого и день через день день через день каждый день это а как спать короче ну такая фигня днем как-то отсыпаться а дежурный же он еще этот гневальный он уже у меня звание то никакого нет он должен полы там мыть вот эти замучивали полы брали намыливали мы мылом раздевались мыли намыливали вот эти доски и тапочком так счищали вот эту пену вот такой какой-то способ был дурацкий там щетками какими-то как вы изгалялись потом новый командир пришел прекратил это все мытье и сапогах начали все ходить похуй всем было потому что там сапоги как бы раз но по-другому они белые потрошь такой след остается черный ну вот я там дежурился дежурился это рота там пробыла ничего не застал что они там делали я не знаю но потом сашка там такой был товарищ что-то мы с ним как-то все время служили вот он я рассказал что не там жрали там говорил сам там был такой раз парень иногда кашу делал каши тоже полевая кухня перловка масло там можно вкусно сварить можно невкусно сварить может это все надо усадить о чем питание сперва нам короче вот это была башковая система столы там то все каша стоит в таком в такой чугунный чугунные это цены кастрюлька такая ну-ка без ручек как ее назвать то и вот не один раз понравилось там не давали как им комби каша комбикорм как его называл то действительно там там была какая-то смесь такая значит я помню пшено горох и еще 34 сорта и все это сочетание вызывало такой вкус и было невозможно оторваться от нее можно было нажраться так что тебе плохо становилось вот я там в жизни наживался так что думал что ну когда человек наедается ему может быть реально плохо и не то что плохо у нас же может умереть за передач ты наедаешь так что это полный живот а перевариваться на не может как бы но на полноценно надо пол живота было вот ты думаешь что ты больше поесть ты не сможешь вот так я нажирался блин иногда плохо становилось ну там чё нормально питали котлеты иногда делали это было котлеты мясо обычно вот варится мясо такая гора гора мяска с этой каждым там по куску в суп ложилась там ставлю встает и раздача к пищи этого бачка начинает там наливать типа ли каши и либо суп этот с этим мясом когда как воскресенье давали два яйца и по субботам вернее и давали масло такой пятачок но потом деды начали начинает уже когда при уже им ходить начать масло отдавать значит соответственно духом вот ну мы чё ходили я с этим вот у меня аппарат телефонный через плечо туда куда-то там где-то там нету связи идешь по кадрю там прозваниваешь крутишь там кстати у нас была такая интересная ну как бы пытка что ли два провода берешь и он начинает этот генератор крутите так током бьет ты должен там сколько-то секунд выдержать его короче вот такая фигня тоже вроде там началось разделение какое-то унижение там кого-то били я там дрался с кое с кем блин надо было заслуживать ну иногда дежурил на лестнице помню они они там телевизор смотрят а я стою на этой лестнице типа когда кто-то пойдет проверяющий надо будет кричать там полундра бежать а я чё-то так засыпаешь обычно и стоишь стоишь и засыпаешь падаешь я этот дежурный помню а он бегом и он так пробегал и никто не успел реагировать все распекались как тараканы потом командирка вставляла нам короче ему там через штаб вставляли вот за это все ночные вот эти вот посиделки он приходил и начинал там шмоны находить тумбочки все вскрывал короче ну издевался тоже как мог в тумбочки там был нормальный командир тумбочки все открывал там у кого там чё у кого куда блин кого там чё запрещенное злазил он знал где искать лазил там потом в эту значит по верхним шкафам там где шинели висели там у каждого же свой рюкзак с каской там все подписано там противогаз лежит там лежит одежда какая-то ну и вот все на это дело скрывает находит какие-то там носки обычно вот нельзя носить маечки там под это одевать ну короче много чего-нибудь в армии нельзя но все все это все пытается какую-то гражданскую одежду протащить в эти дела ну пьянство от никто не пьянство ничего такого не в один раз мы там должны были платить 3 рубля по-моему все это забиралось купили магнитофон это музыка постоянно я помню там не си си кетч какая-то там голубые как они там пацаны эти потом вспомним песенка такая одна кассета она там год играет того же в голове блин но это модерн толкинг это я понятно а там еще были какие-то ну вот такая обычно когда идешь на кухню кухня это тоже кошмар они там ставят обычно его где картошку чистят чтобы музыка играла вот это вот эта вот долбанная кухня все рота заступает 8 часов и идет короче всю ночь за заготове идешь на склад получаешь картошку так уж тож сказать тяжело на плечах она вся гниет одевать надо другую форму потому что ты будешь грязный как ужас берешь эту картошку там набираешь ты давай давай быстрей с этих складов там ящики такие стоят тащишь ее на кухню потом свеклу набираешь нашли кухни жир этих бочках черпава счета джир складываешь его в бочки и вот эти вот бочки не называется несколько бочков иешь туда потом получаешь мясо крути все продукты которые надо получают получаешь получать куча получил продукты все потом вот эта ночь надо чистить картошку и там очень вам цех цеху чистит картошку чистка торта чистят потом идет целый день один раз часть поела второй раз обед поела третий ужин и после этого всего надо собрать со столов ну там все у всех распределено конечно и вот это мыть посуду стоят в ванной туда посуда мой засыпаешь это смесь хлорки с какой-то гадостью туда окунаешь эту тарелку и так помыл поставил краю поставил и вот так вот допустим там несколько тысяч раз кружку раз помыл поставил все должно быть не без жира все должно быть чистое в одной в марку ты на 4 помыл в другой прополоскал 3 там еще чего ставится на стеллажи все это дело притащили потом эту машину вот такой посудомоечный там конвейер идет с одной стороны ставишь она пропускает мой это капуста все эти херня мирня все надо забилось ничего не работает в как всегда ничего не оба все ручную все вручную а эти а что такое кухня там быть в баки такие стоят паром они херачат работает с котельная вот этим паром херачат или там допустим компот вчера был чаще не компот у компот кстати делать да опять же в армии были такие мешки с компотом и они там каждый там комплекс допустим яблоко там 6 или 7 8 наименований всяких высушенных и такие в жизни не ел вкусно страшно вот обычно вот эти повара потом зачерпывали всю эту бачок целый и сидели жрали 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 вообще в армии было все вкусно как говорится хлеб был хороший даже иногда давали сухари они соответственно они соответственно белые сухари вкусные такие вот никакой там хлеб спиртовый мы ничего не жрали такого не было вот вам стояла эта машина такая это 157 его там какой-то лазил постоянно под ним с паяльной лампой отогревал двигатель мы туда высыпали все эти отходы и он куда-то ехал где-то критинарник был туда все это отвозил мы один раз когда я был дневальным послали вместе с этой машиной на этот свинарник отдалбливать там на дне была куча ну замерзшего такого замерзшего вот это вот отходов мы отдалбливали ломами вот этим свиньям шили кидали один раз я там видел что это были за свиньи потом когда летом на свинарник надо было связь сделать сломалась уже ходил видел там этот свинарник обычно причастие есть как обязательно потому что отходов до хера надо что-то девать они выращивали мясо не знаю куда они девали больше даже теплицы есть ну типа зелень какая-то вот ну ни разу ничего не давали вообще вот этот вентаминоз вообще страшная вещь то что я помню в баке вот эти вот витамины прям засыпали не старые куда их туда и такой желтая получалась херня такая иногда привозили консервы очень старые обычно вот это вот был в томатном соусе я первый раз увидел что внутри уже как бы она не понятно что за рыба тонку мелкая мелко все разложилось уже туда нахер они переваривали еще раз переварить за и короче мы жрали вот этот вместе с супом рыбный суп так называемый из этого томатного вот ну и вот все и так служил и служил вот ничего не предвещало и вдруг этот филин с командиром и нас всех собрали каждому дали по рюкзаку туда сложили всю одежду там форму типа нас дальнереченске с дальнереченске сюда ну вот поменялись мы короче я поехал дали реченск помню 30 что ли те кто с хабаровска ну ну да это вообще вот летом я там заслужил до осени летом ко мне родители приезжали особенно когда я вот так высчитывал что у меня где смена ну то есть я дежурю на этом коммутаторе днем должен отдыхать и буду приезжать в этот день чем меня все на свободное время ну я как бы раз и уходил туда к ним на берег мы там вот фотографии есть жарили там что-то варили ну короче отдыхала так классно три-четыре раза вот так вот было потом командирам это все не понравилось типа куда ты там куда ты ходишь там еще чего-то куда-то короче не понравилось им это дело решили они меня пресечь хотя чё пресечь вот я свое время иногда ходил и кабель там откапывал там была такая с трудной линия вот муфты плохие сделали они начинают оцаревать и начинает короче замыкать между собой ну связь связи нет она хриплой как ничего не слышно то есть теряется сигнал вот меня приходил и сама как капал до этих потом уже роту прислали помогли найти опять то что надо было хорошо изолировать эти муфты они вода проходила ну короче нас собрали в дальней реченске вот тут у меня был еще пищу служил бы уже дала же налаживаться служба начала все принципе было нормально там кино иногда смотрел ходил в клуб в этот на большом уссурийском ну хорош такой укреп район принципе современный до этого горбачёв там приехал вот он как раз там договорился вот эта передача земель китая тогда они там договорились он видел фотографии в этом в клубе там висели это все было секретно и никому ничего не говорили просто приехал хабаров горбачёв чем приехал что неприятно непонятно как он ездил в китай с китайцами они там договорились ну и потом это все уссурийский остров отдали китайцам соответственно весь этот укреп район уничтожили и все вообще все кровь и кто-то даже дали реченский на деревянск не отдали китайцам но укреп район уничтожили вообще границу так подвинули во всех местах серьезно так вот ну китайцы приказали наши сказали есть или денег дали я не знаю короче горбачёв знает остальные уже рефицировали эти все договора вот не приехал я короче для речек но это короче как вот есть есть города типа москва есть какие-нибудь такие типа этот стал это короче к ужас какой-то был там же опять были у всех этих народности до хера его там не помыться там из себя баня полу разлу разрушенная там я мылся вообще никак не мылся пыться негде роты что-то мы как все мыкались на свои роты не было что-то по каким-то закуткам 22 этажа спать на прочего бытовые условия ужасные вот я так и не понял я думал меня также ну внутреннюю связь поместят я буду ходить по эти права нихера меня поместили к артиллеристам вот эти вот грады 36 стволов на базе 131 и там я должен был типа с рацией бегать ну так как война не каждый день короче занимались черти чем а занимались чем мы на кухню мы не ходили мы начали ходить в караул теперь я начал ходить коровая прошу такое караул там на большом сирийске в караул не ходил но зато мы на кухню не ходили вот но вот караул караул это тоже такое интересное мероприятие ночью отстоять в карауле на морозе это тоже прикольно всякие мысли приходят в основном философского характера и в основном чем это я всем так обязан эти чуши меня так наказали и почему так всем похер были на меня всем спят вон там рядом город гендаре реченск им всем похер я тут что-то хожу блин никто мне спасибо даже не скажет ну короче такие серьезные мысли участие себя представляют 5 раз пиздайте мне так это не понравилось там если опять опять надо было завоевывать все эти конфликты завоевывать себе место доходка можно господи короче попросился я на грудь у меня попросился я на стрельбище и вот я дослуживал уже потом на стрельбище оператором ну тоже у меня же было эта профессия круче оператором это между китаем ссср россии ссср тогда была такая ничейная полоса так сказать но может она чайная конечно наш там тоже есть вот эти вот бункера закопаны через периодически там также стояли батареи так там же и там были короче стрелковые вот эти вот полигоны где стояли мишени одна танковая была директриса где танки стреляли там были уже т-55 с огнеметами причем они огнеметом стреляли с боевых этих они не стреляли потому что на танки ставились вкладыши такие в ствол и 12 7 по-моему миллиметров этот патрон от дыши капом туда вставлялся но не стреляли тоже одно и то же но по этим дорожкам они ездят там 3-4 дорожки вот они ездили а я служил основном на нас первая на стрелковой где приходили роты и учили стрелять из пулеметов из гранатометов из вот этих вот безоткатных реактивных гранатометов из таких стволов ну вся представляет труба такая ну что это вставляешь нас бах туда есть ручной он только меньше радиуса действия ну вот вот эти подъемники там должен быть срабатывать подъемник они надо мишени на него делать и мы жили в таком домике небольшом в лесу вот как здесь собственно говоря вот лесу жили в домик и там сколько на 6 человек то есть два оператора на этом два оператора с директрисы и типа беды до 6 и повар еще и приходил офицер еще и он дежурил с нами там неделю одну мы разговаривать и прикольно так ничего ну мы ходили по субботам когда по пятницам я уж не помню там раз в неделю две недели ходили за продуктами набирали несколько мешков брали в одном там хлеб складывали сколько-то булок 20 там раз расчетом на день потом брали мясо брали крупы брали картошку брали это и сами там готовили пусть воровать уже было некуда нам питали хорошо стольчик там такой вот и у нас был там один повар грузин еще особенно он не готовил чем можно приготовить ну кашу суп кашу суп кашу суп через день там один миша такой был он короче готовил ну вот я начал там делать мишени помню потом восстанавливать там переговорные устройства там же была выкопана такая траншея где как бы доты стояли туда в поле там они заходили и стреляли в этом шум какой стоял уже с этих ручных пулеметов но пострелял я сегодня ну вот там послужить послужили значит соответственно я начал потом потом пришла короче проверку не решили строить и прислали нам с хабаровска такого со штаба инженера и он как посмотрел ничего не работает короче поле там не работает тут не работает поле надо давать новые кабеля прикладу пригнали катушки кабелей и мы короче копали потом нас уже не стали копают заставлять копать он хочу этого операторов заставляете копать нам делать надо короче другие копали прислали этих ну типа солдат пехоту они копали мы короче то что там днем и ночью надо было работать на было быстрее мы прокладывали новые кабеля ставили новые подъемники нужно вот допустим далеко подъемник не поднимается ну падение напряжения он должен совладать определенным сам нету напряжение вот начинаешь мучиться почему не работает помню там у нас был один такой с эстонии такой парень такой его он говорит он был связистом на работал на этом сам на телефонной станции такие добродушные такие чем выше ум тем меньше короче вот этой злости какой-то издевательства то есть вся вот эта вот национальность которая грузинско-кавказско-азиатская она вот к этим работам вообще не применимо у них мозгов нет вообще никаких они не могут связь осуществлять они могут высокая интеллектуальная деятельность какие-то они в электричестве них я не разбираются вот и приходилось как бы нам все это делать ну вот а потом что-то там этот у нас был такой командир зам по вооружению подполковник вот как же вызвали потом может вспомню он короче за задумался дикторицу надо перестроить то есть надо повыше поднять второй этаж построить чтобы танки было лучше видно переложить опять же кабеля там туда и мы вот начали строительством потом и начали строить привезли этот белый кирпич он привозил каждый день там допустим сколько-то в этом цемент привозил ну такую смесь мешках вместе с песком кладочная и вот тут уже как были строитель был там они скучу один был сварщик другой умели они как бы как наложить кирпич там углы выставлять там то все нужно по отвесу я не ложили кирпичики на второй этаж и мы вот так вот сделали потом перенесли наверх пульт управления туда короче перетащили и потом проверка была тоже танкистская пришла эта проверка все они отстреляли все нормально там я научился у меня моя моя работа была замешать раствор подать туда наверх там ведрами поднять его короче вот такая у меня была работа надо роты приходили они там дорожки бетонировали что-то еще делали очень много чем занимались там я научился вообще в армии научился это прозванивать все перепаивать короче все по электрической части автоматика там такая же автоматика все эти подъемки там здоровые подъемники там лишения такие огромные ну с размером станк то есть в профиль а еще еще строили строили еще такие навесы динаме скула там заходит типа такой наш старайчик на стенах там развешаны значит металлические такие были щиты где краской нарисованы всякие учебные как разряжать как разряжать как танк еще себя представляет на на этой самой где стрелковая там ну как с гранатомета стрелять она танкистка как танка там что у него какие-то соорные части да там прям заезжал и они должны были так все учиться там этому всему ну вот так вот я и послужил мы иногда нас единственное что нас мучила это на начались вот это вот как сказать съезды 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 восемьдесят девятый год начали там депутаты что-то орать один съезд потом второй съезд потом третий съезд а нас за это время как бы усиленно выгоняли оттуда и мы чего должны были обретаться в этой в роте а мы там уже как бы ну как бы уже не служили ничего не знаю что там происходит вообще на нахер ничего не надо и вот один раз мы что-то в нас вывели оттуда пограничники выходите нахер дуростью занимались типа я не знаю что боялись что китайцы в это время наступать и мы с другом с этим с мишкой пошли куда-то вот так вот лес нашли там это пацанов сели там хряпнули с ними там в этой браги что ли мы брагу пили туда поговорили поговорили потом пошли куда-то поискали что-то ночью спать негде раз оказывается уже обыскались там дать в роте типа мы сбежали в хабаров снах я бы нам нужно нас оказывается там на вокзал там ездили уже со взводными солдат посылали короче здесь скале не нашли нихера мы посидели посидели чем там посидели дипа ну давай где поспать ну пошли я в кино потом пошел лично а миша пошел к себе в роту сижу в кино меня выставят самая вызывает ведь мучу такое ну вызывает вызывает вышел на выход типа на пенок я выхожу у меня раз меня ведут штаб ты где был ну как где но я начинаю что-то врать там туда сюда типа дыхни от этой пьяный а до этого нам же как бы в это котельной сказали до вас искали тут везде блять ютубы мать у нас искали ну ладно ну и короче все на губ факту то есть кто не служил на губ фате не сидел тот не служил ягана губ факта полна недели на обвели приказ по эти сирене сняли мы с мишкой туда загремели короче ну вот я короче в тюрьме еще посидел у тюрьма прикольная вещь натуральная тюрьма стены такие как всегда в тюрьме ширину в такие наляпывают эти самые чтобы они не ровные были я не знаю почему чтобы рисовать чтобы рисовать на них вот нары железные надень они при замком закрывается убирается к стене что ты не мог ли лечь но там лишь было никогда мы не ложились что там сидит вот давай чё делать а там они короткие вот ночью ложишься на них на железо вот это вот железный щит короче под себя подзвираешь не подушки конечно ничего не такого нет ну лежишь вот так вот как-то нужно голова обычно это проблема что по голову подкладывать на боку на одном на боку на царом еще приходит приходит там проверяющий обычно ночью и он начинает уже издеваться там вставая застраивается короче ну спишь не спишь непонятно постоянно тебя в коридор чё сидел чё дает а днем там нам сперва устраивали ходить по кругу ну короче заключенный как вот ходит по кругу так нам только с травым шагом там что-то внутренним поиздеваться типа даже тебя наказать же надо как-то ну вот я доходил ничего этот мишка вам все ноги себя стер там еле-еле ходить не мог на там мозоли короче короче вы давайте что-нибудь путевом идем чем это мне ничего не делать давай мы запетонируем там выход с этой с караулки а ну давай ну когда на работу пошел все тебе уже дают конвоира с автоматом ходишь ну ты типа не сбежал до бред вот мы носилки лопаты тут же замешиваем раствор песок и вот мы так потом оставшуюся эту бетонировали бетонировать хорошо потому что ты дурь не занимаешься ну надо приходилось до помощи потом этим строим ходить вот сидели нас обратно туда на этот на полигон на свой на стрельбище на стрельбище пиши как хорошо всегда после таких поездок куда-то там как вот я ездил на эти учения долбаные намерзся там на все какое-то помещение попадаешь сразу спать хочется там тепло как-то как будто в рай какой-то попал но у нас чё там подкормили вас первая тоже пытались типа наказать что-то туда типа командир там ну ты чё типа чё вы там там и типа отработаем будет все нормально ну да и строил там на благодарность даже вы шмара что ли вы назывался забыл даже благодарность сидел когда вот это все сделалось но оттуда я и уволился но валяться тоже как-то трудно было надо было я у мишки взял вот шинель то есть учет у меня как-то не было ни хрена в роту надо будет тогда было документы ходить штаб я же не в роте я же там кстати мне когда я служил еще до этого стрельбище мне как-то раз послали нас проверка была печку топить то есть они здесь жили в гостинице а там была печка его чтобы это надо было топить ночью и днем там много офицеров спала ну мы там я топил его там один раз я сплю уже днем в эту в эту же кровать лег и сплю пришел чувак отец приехал это день рождения было много ко мне отец приехал вот мы там еще три дня погасились с ним с командиром меня отпустили и мы с ним тоже в гостинице пожили ну чё я там попитался поел походил ну ничего так а потом я сразу пришел и да это же научение же съездил пришел из этого и мы поехали на учение короче на стрельбы и это отдельная история блин ну короче несколько машин этих 157 загрузили думаю что это за фигня какие-то длинные деревянные такие помосты оказывается для пола для пола так было это самое основание основание пол и основание стенки ну не так метров ты четыре такие пять вот это погрузили погрузили грузили грузия конечно у них все это было заготовлено все это лежало уже вот несколько установок артиллерийских но вот этих вот катюш градов заряжающая машина со снарядами с этими с ракетами машина все это поместили и поехали так вот колонны нахер ехали ехали я ехал вну все в кузовах же сидят замерз тоже как собака приехали приехали в какой-то лесу типа вот такой все давайте ставить палатки ёпта надо вырубить сперва вычищать это помещение ну как вместо там какие-то деревья какие-то эти короче лагеря оборудовали давайте все лагеря оборудовали начинаем ставить эти палатки надо таскать я не знаю как собирать оказывается их надо сбивать потом нары там такие нары делать печка ставится натягивается делаются из березы помню эти штыри куда ставится но вверх платка же вверх-вверх потом она к стенкам прибивается все это набили сделали гулу блять там надо еще взять оружейку куда складывать оружие потом кухню поставить потом палатку поставить где где столовая такая здоровая палатка соответственно там мы значит обедали вот оказывается еще научение поехали и минометчики и 150 батарея 150 миллиметровый ну короче стрелять уже боевыми уже все как положено там уже без шуток никаких этих серьезных вещей ну вот тут тут и огреб тоже короче эти долбаная осень холодно надо печку топить вот где брать дрова вот где хочешь там бери а чем чем их пилить а чем хочешь там пили короче не топора ни хера куда хочет и вот так вот заготовить вот такой допустим ствол вот такой ствол и и что ты свет и дерево столицы до пилы бенз бензопилы это короче непонятно как ты на зима на ночь надо заготовить ну короче это была мука страшная потом каша это вся что-то невкусное было кто-то там что-то воровал там мясо нам притаскивали там еще что-то вот они каждый день ходят вот так вот поют на всю на весь лес что если я пристрелил ну стрелять это интересно да ничего не скажу я значит с этой рации состав с командного пункта передают координаты я говорю им координаты там допустим колонна и танки они заряжаются и соответственным там типа шапнелью либо барический заряд либо еще какой-то выставляют значит дальность там кольца как такие ставятся на ракету заряжают всю эту херню ставку и там типа двумя и типа огонь и он бабах это ракета вылетает сзади у нее крышка и она херачится с большим шумом короче реактивная система неуправляемая и она летит до 40 километров она стреляет вот мы настрелялись потом все это сворачивается едем на новую позицию и вот так целый день тренируемся днями ночами днями тренируемся но ночью не помню стреляли или нет ничего нет один раз этот командир наш поехал наши это самое и чуть него не попали короче ну реально где-то разорвалась у него там что-то танкисты то есть не танкисты а пушечники тоже с эта миллиметровая батарея там херачат там еще стояли бывшие и если танки как не бывшие у них же двигателя нет а орудия есть ну вот они заряжают туда их тоже я посмотрю как они стреляют с них шум стоял помню рядом все это бабахает уши закладывать со страшной силой вот один раз я короче поехал у них не было радиста своего с минометчиками васильки вот эти вот короче мы поехали 34 таких 66 в кузов закатывается василек приезжал к я им говорю координаты они куда-то едут херачат разворачиваются я сажусь на свою табуреточку вот с этой рации смотрю как они начинают все это приводить боевое положение скатывают его развертывают его заряжают его короче бабахнули я говорю новые координаты они опять все это закатывает опять машина мы едем куда-то едем едем опять разворачивается опять скатывают опять бабаху это 5 закатывают и вот так все так вот по моему целые 22 дня я с ними катался прикольно быть радистом те делать нихера не надо только принял координаты с рации так походил куда-то там бегать же не надо никуда сраться развернул антенну и короче поговорил с ними ну когда стреляли наши тоже так же там тоже ничего не делать они там наводит туда наводит сюда что-то раз навели там о зона то есть нужно машину завести она кабина рядом нужно развернуть немножко машину боком поставить у меня есть такая система вот и вы и выстрелить но то стрелялись короче по полной все нормально приехал я короче опять в роту это послужили послужили немножко послали нас опять в другое короче место на склады на склады 11 склад заручив взорвался где-то и они решили вот эти ракеты наши которые туда заряжаются такой шунтик поставить между контактами чтобы она не вызвала самодетонацию наводку электрического короче электрического разряда чтобы они не сработали не стартанули лежат и мы короче брали в этот ящик вынимали эту ракету ставили шунт обратно вложили и вот так вот все эти стеллажи перекладывали перекладывали это мы там были по моему тоже месяц там же я видел еще от старых катюш эти снаряды от новых там какие-то еще ездили на улице были склады вот эти вот огромные стеллажи с ящиками со снарядами уже к танкам каком-то там отдельно лежит гильза отдельно снаряд кидаешь все это старая сгнила уже там не за со времен 40-х годов наверно перекладываешь снаряды в другой ящик что-то там короче к этому махлевание там было вот мы там работали жили в таком спортзале короче жили спортзале но тоже ничего хорошего работаешь целый день типа физически ну в столовку там приходили кушали мы там кушали ничего вот кушали ничего и тоже холод мороз ставили нам такой калорифер с в эту казарму с вентилятором все это потом на сломался этот вентилятор было тепло когда включу шумит правда падла но тепло потом все это сломалось развешивали там начали портянки почему сломался портянки развешивали воздух плохо шел и сгорел двигатель нахер вот и я короче мы сделали так потом ну там пару раз я еще невальным был короче на кровати все собирать мы мыть полы короче не очень вот и там я короче этим ящиками что-то там дрался несколько раз этими чурками они ящиком мне по ноге дали мне короче нога заболела и я потом хожу-хожу ну болит нога но у него ноет и ноет сижу уже в кино потом но не могу ноет и ноет больно снял сапог смотрю она меня вся распухла красная ну короче внутри воспаление какой-то вы виду в санчасть говорю ну все не могу но говорит ну ладно поехали меня в дальней речи короче на поезд они там еще работали сколько-то и в санчасть и я вот еще в санчасти полежал дали реченский ночью привезли меня дали реческ на операцию все ногу загдирай обкололи там кое-чем но я уже не чувствовал ее уже когда вы по коже ешь она как натуженная такая не чувствуешь разрез такой что сделали там кровь пошла значит гной был не гной не знаю особо не было ничего ну ну полегчало и начала заживать короче вскрытие сделали и вот санчасть сейчас это бывшая таможня для речески при царе было такое старое здание вот что там но на кухне этом работал научился там плов делать как видел как это все делал жарко жарили там камбала постоянно питание камбала вот это было солнечник так называемый то ли вы выращивали то ли его еще что-то делали не знаю откуда он был вот эта рыба один день рыбы один день одно мясо мясо жарили работал там на кухне тоже тяжело надо целый день убирать со столов ставить на столы подготовить помогать один потом повар куда-то делся заболел или чё не знаю я типа за по его выписали я короче там за повара работал опортом должен быть постоянный и его как бы брали из больных что ли ну короче своя система своя кухня ну короче все этом отлежал от лежал от лежал один раз там подрался с этим чуваком я там деды за уважали вот пошел в рот значит ну вот это все было до стрельбище а потом это поставил это рочи да нахер то надо и на стрельбище попросил себя про натурально гурачу вас там место и давайте я буду я же знаю но не меня и послали туда ну вот это мы дослужил вот принципе пока и все ну так вкратце вот такая у меня служба была пришел я потом каком восемьдесят девятом году осенью еще там день рождения не отметил как никак не отметил конечно ну короче домой я уже пришел в декабре походил два-три месяца и пошел на нефтеприбраточный завод устроился быстро взяли но это как бы отдельная история